В Барвихинском поселении, где в руководство избраны люди военные, свойствель работы строгий, четкий, ответственный и свои традиции. Все знаковые события начинаются с легкоатлетического пробега ветеранов спорта. Маршрут 7 мая проходил по всем селам и деревням, где есть воинские захоронения и мемориалы памяти погибших. Ветераны спорта возложили святых мемориалы памяти сотрудников санатория Барвиха, отдавшим жизнь за родину в 1941-1945 годах. Фашистские захватчики не дошли до Барвихи. Они остановились в 15 километрах. Первых раненых на лечение везли сюда. Санаторий Барвиха стал фронтовым госпиталем. Сколько захоронено здесь солдат, умерших от ран, точно неизвестно. Пока установлены имена 156. Призывной песней «Поклонимся великим тем годам» в исполнении народного артиста России Александра Пяткова начинается торжественный митинг. И вот открывает глава поселения. И сегодня, вспоминая эти страшные дни, когда наш весь советский народ 66 лет назад победил эту машину, машину смерти, невероятными жертвами. Вы знаете, что вначале говорилось, что у нас погибло 20 миллионов, сегодня уже 30 миллионов, и неизвестно сколько еще у нас тех, кто неизвестен, где он погиб. И я хотел бы пожелать всем самое главное здоровья, долгих лет жизни, чтобы у нас все совместно получалось, жизнь была лучше, комфортнее, чтобы все-все у нас было достойно. А ветеранам еще раз низкий поклон за их подвиг. Спасибо за то, что они сделали, для того, чтобы мы сегодня радовались жизни. Участников митинга пришли приветствовать школьники. Кажется, чем дальше уходит от нас война, тем острее память и желание узнать как можно больше о тех, кто завоевал мир и свободу. Сияет солнце в день победы и будет нам всегда светить. В боях жестоких наши деды врага сумели победить. О своих однополчанах вспоминал ветеран войны Анатолий Сергеевич Ваткин. За убиенных на поле брани молился отец Иоанн. В чекане шаг, как на параде на Красной площади, прошла рота почеркнула караула. В Варвикинском поселении на сегодняшний день осталось 34 ветерана войны и 12 малолетних узников. А нас лично заводится хорошо. Хорошо. Я, Валерий Николаевич, очень довольна. В нынешнем году исполняется 70 лет с начала Великой Отечественной войны. Все помню. Все. Вот как на ладони. Братик провожал своего младшего, 25-го года. И вот только на днях мы нашли по компьютеру. Невестка нашла, что он пропал без вести. И дата 11 ноября. Вот. Спасибо, хочешь, это мы узнали. Теперь, хочешь, поминать будем. Отметить 70-летие победы под Москвой готовятся и ветераны спорта. В этом году 70 лет начала войны. Значит, у нас будет пробег по линии обороны Звенигородской. В этом же году 70 лет битва под Москвой. Вот. Опять у нас будет пробег уже зимний. Ну. Так что план, они всегда, они существуют. Всем ветеранам незнакомые девушки в этот день дарили розы. А они, не задумываясь, относили цветы к памятнику погибшим. Галина Поликарпова, Дмитрий Цыбылевский, телекомпания «Одинцова».